Приветствую вас. То, что я увидел в вашем сообщении, довольно сильно напоминает отсутствие мужской руки, мужского контроля, мужского, даже, наверное, внимания с другой стороны к ребенку, а также отсутствие идеала мужского поведения у мальчика и отсутствие кумир. То есть вы стараетесь воспитывать своего ребенка по своему представлению, по своему образу и подобию, но это неправильно. Если мальчик, то мальчик, он все-таки будущий мужчина, и как будущему мужчине ему необходимо осваивать чисто мужские модели поведения. А для этого нужен взрослый мужчина, на которого он мог бы опираться, на которого он мог бы оглядываться, кому мог бы доверять и, кажется, мог бы чем-то делиться. Прекомендовать вам можно, во-первых, игры, то есть, чтобы вы делали все, что вам нужно, все, что вы хотели бы, да, то есть, вот, правильное, приличное поведение в социуме, как вы говорите, там, соответственно, еще какие-то вещи, вот все, все вот это можно и нужно делать через игры. Игры в данном случае помогут ребенку лучше, гораздо лучше, как-то вот воспринимать то, что вы от него хотите. Я думаю, что это, как минимум, хороший вариант для вас, вот, а также повышение ответственности. То есть, смотрите, ребенок хочет быть взрослым, скорее всего. Ребенку интересен быть взрослым, ребенок хочет брать на себя ответственность, там, за какие-то моменты. Соответственно, если это действительно так, то дайте ему это. Данесите до него о наличии вот этой вот самой ответственности у ребенка, да, то есть, попробуйте, просто попробуйте ему показать, что то, что он делает, то, к чему он, то, как он себя ведет и так далее, и так далее, напрямую влияет на последствия его решений. Дайте ему вот этот момент ощутить на себе. Может быть, для ребенка это сыграет существенную роль. Ну, а вообще, подобное поведение и как следствие отсутствия контроля со стороны вас, со стороны, собственно, вообще семьи, говорит о том, что в самой семье, в вашей семье, скорее всего, есть определенные проблемы. И эти определенные проблемы необходимо выяснять, потому что ребенок это отражение тех проблем, которые есть у родителей. Вот. К самим шалостям относиться нужно соответствующе. То есть, если ребенок дома, например, говорит, что он не хочет спать, хорошо, не хочет спать, пусть не ложится, но на следующий день вы его поднимаете там рано утром, и не даете ему спать днем. То он понял, что если он не хочет спать, то в следующий раз, да, ему будет тяжело. Вот. Ну, а, соответственно, если на улице, то на улице, естественно, выяснять ничего не стоит, но обязательно нужно разговаривать дома, о том, что он сделал не так на улице, и своим поведением, не обидами, а именно поведением своим показывать ему, что вы не одобряете то, как ребенок себя ведет. Может быть, это холодность небольшая, может быть, это что-то еще вот такого типа, чтобы ребенку понять, что вы, ну, не настроены положительно, не настроены позитивно воспринимать то, что он делает. Вот это вроде бы и не ругательство, вроде бы вы его и никак не приструниваете, вроде бы вы ему ничего плохого не говорите, но ребенок чувствует, что что-то не так. И поверьте мне, вот это чувство, что что-то не так, оно куда более сильно повлияет на него, и он рано или поздно поймет. Вот, что каждый раз, когда такое происходит, а можно вот для себя, там, определить, там, два-три дня, или еще лучше, чтобы ребенок не знал, сколько так будет длиться, да, может быть, там, день, а может быть, четыре дня. И ребенок говорит, что быстро поймет, после каких-то моментов наступают такие ситуации, и увидит, что вот это вот есть ответственность, на то, что он делает. Это вам поможет ему лучше, лучше регулировать свое поведение, вот, ну, а вам необходимо все-таки разобраться со своими проблемами, потому что такое вот отсутствие контроля, оно само по себе неожиданно не взяло, но есть причины. И эти причины, они необходимы, они нуждаются в том, чтобы их проработать, по крайней мере, вот. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...